Восвитая служба информации телерадио компании Гомель у студии Натальи Гнатенко. Доброй ранецы. Новобранцы внутренних войск приняли присягу на пляце войсковой части 55-25. Сирот призывников – крепкие хлопцы, как физично, так и морально. Яны уже прошли курс молодого бойца, доведались про тяжкости службы. Зараз настал час примать присягу на верность белорусскому народу. Всего в бригаде сегодня принимают клятву на верность Родине, принимают военную присягу. 129 граждан Республики Беларусь, которые были призваны из Гомельской области и Могилевской области. После присяги у молодого пополнения будут выходные, а потом начнутся соправданные армейские будни. Держи автоинспекции Беларуси и России провели суместную отпрацовку автодорог М10 и М13, а так само нейтральной территории Бранской и Гомельской областей. Сирот задач операции – проверка автотранспорта, пошук забороненных речево с допомогой службовых собак и мониторинг громадской думки. На месте подей побывали наши корреспонденты. С упрацовницей Держи автоинспекции Гомельщины и Бранщины уже не один год. Суместная отпрацовка на помеже – традиция пошних пяти годов. Выник такого тандема – прикметное повышение безопасности на этой территории, раскрытие злочинства в пахаравших следах, обмен оперативной информацией, вопытом и досягнениями спецтехники. Так наши правооховники користаются приборами вымирения худкости, миновито российской вытворчести. Сусидишь проявляет цикавость до наших приборов по выявлению подробных номерных знаков. Дореша на нейтральной территории Бранской и Гомельской областей, где отбылась и суместная отпрацовка, прошла выстава техники двух краин. Так правооховники отрымали мальчимость нахлядно ознайомиться с техничными досягнениями своих коллег. Что можно было бы перенять – это конфискация транспорта. У лиц, которые повторно совершили административное порушение в виде управления транспорта, состояния опьянения, я думаю, что у нас мы могли бы похвалиться более развитой системой входа в виде фиксации нарушения правил дорожного движения. Правооховные органы двух краин проводили массированную отпрацовку на протягу 12-х годин. У вынику раскрыты шерох правопорушений. Сирот ярких прикладов спроба завести из России в Беларусь – 4,5 тонны фальсификованных спиртных напоев. По таким самым маршруте спробовали провести парту червоной рыбы. Граждане Республики Беларусь незаконно ввозили на территорию Республики Беларусь груз полтонны рыбы красной, без сертификатов, без накладных, без документов. Груз задержан, сейчас идет работа следственной оперативной группы. Что год у этого периода проводятся працовы на встрече кероника ДАИ Гомельщины и начальника инспекции безопасности дорожного движения Бранщины. Головно нам это перемога зацвердить план суместной працы и официйно замыцовать его подписами. До речи, в этом году процедура подписания рабочих документов пройшла подчас суместной отпрацовки права на мяжи двух краин. Ганна Ковалева, Евген Пабыловец, Валерий Гапанько, теле Радокампания Гомель. Ветерана Великой Айчинной войны гомельчанина Василя Фанасьевича Хацулева узнагородзели орденом Червоной Зорки. Прочистая церемония пройшла у зале аппарата управления Гомельтранснафта «Дружба». У 1941-м Василий Фанасьевич был призванный у Рады Червоной Армии. Был перекинутый на линию фронту у районе Бранска, затем схопленный немцами. Прас негальки месяцев у Яго отрымалася сбегчы. Затым было партизанское житё и узъяднание с 9 войсками 1-го Белорусского фронту. Йон выстоял немало боёв, однак сустреть перемогу так и не змог. За то, что после Аполону застався живым, Яго арыштовали, а вызвалили только прас 10 годов. Усё остатнее житё он працавал во управлении нафтопровода «Дружба». Был узнагороджены орденом Айчинной войны 2-й ступени, мая 15 юбилейных медалёв. Про то, что у липени 44-го юн был проставленный до этой узнагороды, доведался только летость. И вось прас 9 месяцев после запыту у Министерства обороны на игонном пинжаку своё место заняла высокая урадовая узнагорода. В прошлом году, это вот на День Победы, по интернету показали наградные листы, по которым не получены ордена. Вот, в том числе и мой наградной лист. Спасибо. Очень доволен вообще. И вот, доволен, отдушу доволен наградой. Чарговая 17-я по лику сессии областного совета депутатов отбудется 9-го червеня. На разлежение вынесено питание об затверджении списов народных заседателей судов Гомельской области. Регистрация депутатов и всех запрошенных будет проходить с 9 до 9.30 у фойе Великой залы облывы Канкама. Основное питание, которое было вынесено на парадок дня посяжение городского выканавчего комитета, выники працы по организации сбору другасных материальных ресурсов в областном центре. По сути, это отходы, которые можно включить у господарчий оборот пауторно и отримать додатковый прибыток. Тому правильная организация их сбору и наступная перепрацовка надзвучай важная. Зараз дейничают наступные механизмы. По-перше, нарыхтовка другасных материальных ресурсов, просетку приемных пунктов шляхом закупки односельництва. У городе наличвается 33 стационарные нарыхтовчие пункты и 11 перасовных. По-другое, распрацована и выкаристовывается система пасобного сбору коммунальных отходов. Гэта робится при допомозе установки специальных контейнеров для сбору другасных материальных ресурсов. Зараз на территории города их наличвается каля трех тысяч. На сегодняшний день предприятиями нашей заготовительной спецкоммунтранс Гомель ВТИ разрабатываются новые концепции для постановки в городе Гомель новых контейнеров. Порядка 180 контейнеров будет установлено только спецкоммунтрансом для сбора отходов производства. А также будут установлены в торговых объектах новые контейнеры, которые будут складировать сложную бытовую технику. Это касается как и сложной бытовой техники, так и ртутосодержащих ламп. До того жда сбору другасных материальных ресурсов плануется притягивать и насельництво про спроведение тематичных акций и месячников по сбору макулатуры. У целым, по час посаджения городского выканавчего комитета его отделникам был доведен и шарах даручэнняв. Тема сбору другасных материальных ресурсов з'является вельми важной для экономики. Тому, да и е, городские улады плануют звернуться и в наступном месяце. Сегодня в зале открытого акционерного товариства «Господарчая товары» сельцевских ламп. Учебных грамп Продолжение следует... 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 Продолжение следует...